Сколько российских врачей сейчас находится в Афганской народной республике? Обычными врачами, обычными медсестрами, поэтому хотелось немножко это разгрузить, чтобы они просто сходили всеми и были вместе. Основная потребность, конечно, к хирургам и мематологам. У нас есть лор, и помимо помощи пострадавшим в боевых действиях, безусловно, они оказывают и плановую помощь, и в том числе даже обучают новым современным технологиям. Но, безусловно, и мы учились у них, потому что у людей еще раз представляют медицинские действия очень высокие. Приходилось ли выговаривать у российских врачей для командировки сюда, или потом желающих выходных приходилось отсеивать? Ну, он и сейчас есть, и действительно, мы их не отсеиваем, мы их устраиваем, скажем так, в очередь, если можно так сказать. Поток огромный, и сейчас очень много желающих медсестричек к нам приезжать, поэтому устраиваем, как говорится, планово поехать. Из каких городов? Все города. Москва, Болгоград, из Бушкартан уже две бригады к нам приехали, первые рязанцы, в общем, вся география. Ну, если говорить о операциях, о показании помощи раненым в результате обстрелов, можете сказать, насколько сложные бывают случаи, какая помощь подходит актуальней больше всего? Может быть, вы лично уже оперировали, например, раннего гражданского военного? Ну, гражданства нет, я не оперировал, ну, а помощь, она такая же, чаще всего были взрывные травмы, это хирурги, ретинокологи, нейрохирурги, это обычный, как говорится, на мой. И срок вашей коммунировки, срок коммунировки логистской, как говорится? Ну, мы решили так по две недели, две недели точно, дальше уже каждый думает, сколько оставаться, но я знаю, что вы, доктора, решили продлить на неделю, три недели остаются, первые, которые заезжали, а через две недели вот скоро будут уезжать. Ну, а я здесь сколько надо, сколько будут, поэтому у нас все. Сейчас еще полминуты, пацаны сделаны, больше войдет.